добрый день дорогие друзья хорошей недели мы продолжаем наше изучение торы недельная глава бэмидбар и книга называется новая книга торы бэмидбар в пустыне всевышний говорит что нужно назначить вождей на должности в каждом колене вождя поставить это было первое число второго месяца второго года в пустыне то есть это 1 яра 2449 года уже прошел год и 15 дней после вот мы вышли из египта вожди были самые достойные люди в стране мы даже видим их имена в этих именах встречается имя эль что означает ашем и имя цурс начали скала очень сильные очень имена допустим от колена юга или сурс и шклора мы сразу имени то это имя там и шумельцы и шадая то есть величайшие имеется смотрим шимона и также смотрим егуду величайший вождь стоит егуды и накшон сына минадава это тот человек который первый пошел в море невзирая ни на что что море еще не открылось он говорит или утонули пойду и море перед ним раскрылась то есть величайший вождь его называют князь иудейский и допустим эти колена и сахара красивое имя тоже не тэн цинцуара то есть и все очень сильные имена или а в сын хилона из колена звуна в общем самые лучшие имена люди достойнейшие они должны отправиться со всеми станами в поход по пустыне двадцатого числа месяца и я это был первый пересчет у нас пустыне когда пересчитали все колена первый раз было 60 3550 человек и когда 20 числа пересчитали это такое же число людей модельцы это замечают что интересно сколько эти вожди управляли народом сколько они нас водили по пустыне смотрим 29 севана через месяц и 9 дней после того как мы отправляемся в походы в разведку идут другие вожди а где эти вожди делись они есть только в главе бэмидбар лавина со и белых ха мы смотрим что мирян когда она говорила по поводу кушетки который взял маши с огромным поговорили всевышний заставил ее быть в не 100 на 7 дней вот значит это было до разведки снимаем 7 дней получается 29 севана получается 22 севана теперь так до этого еще был у нас мор написано главе биалатха что когда мы вышли от грысинай мы пришли в одно место и начали сыны израиля как бы роптать и вышел огонь от бога и сжег край стана назвали это место товара хорошо написано и снова застанали цены израиля здесь почему товара пишется в семьдесят восьмом псалме давида пишется что мы требовали пищи которые в вожди вере и тогда вышел огонь и сжег и сжег край стана потом написано главе биалатха и застанали цены израиля увидели что наглостью не получается начали требовать мясо и это уже второй раз первый раз мы до полу до дрова не то ли требовали мясо требовали мясо все вышли искал будете вы есть мясо ни день ни два ни пять ни десять ни двадцать целый месяц пока с ноздрей не повылазит и действительно мы знаем что было что был мор и умерло огромное количество народа одни мудрецы говорят что это случилось сразу до верит не раз свыше написал месяц то месяц или это мясо и потом страдали вот так то есть написано семьдесят восьмом псалме что всевышний за это за эту пищу которую вождевели лучших в израиле поверх то есть вождей не стало больше мы из них в торе не встречаем даже нахшом сынами надава не встречается они или шума сынами гуда это колено ефраима дедушка его шансы но никто то есть как всегда кто у нас страдает за вину народа страдает вожди мы это знаем когда маша говорит из-за вас на меня раз гневался бог искал ты тоже не войдешь страну страну к нам вот так то есть тоже мы довели их и получается за нашу вину чтобы так все вели вождей наших не стало сколько они были вождями если учесть что сразу они погибли как только начался этот мор то они два дня всего масла ли вывозить по пустыне а потом пришли в эту тавиру и все и нас не стало она потом нас вам назвать его рода этого есть говорить о том что это было месяц то тогда то тогда они могли еще прожить максимально месяц потом они после этого погибают и все и в разведку главе шлах мы видим совсем другие имена уже мы смотрим что уже не начнами надава нашлось а уже калиф сын грифуне становится и так далее и не на эльцин суара стреляется хара айгаль сын йосифа идет и все именно другие новые разведчики все идет по-другому и не дедушка идет и ваша сына ну на решима сына минут а сам идет и ваша сыну на идет на разведку вот так вот то есть именно поменялись то есть недолго мы себя прекрасно вели когда это шли от грысина и казалось бы мы уже должны были идти счастливы полностью все уже мы с торой и шли мы с ковчегом завета у нас храм все 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 но не выдержали этого испытания вот она сегодня наш урок заканчивается надеюсь мы будем держать испытание наше которое нам всевышний дает урок был дан за военные души мой шабин давид берт аббат истраэль памяти павел бен ефим якоб бен нахум владимир григорий за здоровье давид бен стела игорь бен кира светла баклара шимон шолом йона бен цара шимон бен сах и на бот мира борис бен мария мой шабин маня анна бат ривка про хей бат лилия полина перба своя сора лена от клара стелла бот тейла женя бот и да и на бот дора анна бот елена станислав бен рахель и финн бен эстер двое работные я моисей бен ева и на бот двое раоси бен раиса и несом от мэй лимен берт евгений бот и тафи работа на геннаде ирен ирина и бот инеса масла мошлазгу а ирин об отрия рон ири бен риф он за здоровье ольга бот светлана йосельдан бен царо таня бат фрида и до 3 ва вагим бент татьяна юрия бот бэла яков йосиф бен архель шумон бен мира файка бот берта ася бот года марк бенина и работ вера лен кара ровен кара хана цепора бацара или линха алива и финн сони майя бат фаина алицей бен ольга Клара Бат Аврагам Нет, это уже не надо Гая Бат Царит Хороший дух Арауна Ребен Двойра Низ Бедахум Авигаль Бат Цара Хан Абат Аврагам Арафаэль Риэлен Белдариса Галя Бат Гиддалия Парасай Брюкла Ребен Рая Анна Бат Александра Марина Бат Рая Борисовин Марина Алексей Бен Наталья Всего хорошего, Олегу Марченко Всем браха Параса Кавана Мазал то, что мы это время не грешили Учили Тору Всем желаю крепчайшего здоровья И пусть скоро закончится страшная война И до следующих встреч Надеюсь, состоится завтра в 15 часов Шалом Шавуатов